Девишник Практически девишник, например, пижамная вечеринка или костюмированный маскарад, ретро-вечеринка или восточная с кальяном японская, суши или французские посиделки. Совсем не обязательно устраивать девишник накануне дня свадьбы. Советуем проводить его за 5-6 дней до торжества, чтобы на вашем лице не было признаков усталости после девишника. Как правило, гости, приглашенные на девишник, дарят невесте различные сувениры, важнейшей функцией которых является создание отличного настроения для невесты. Это может быть памятный фут-альбом с яркими моментами из жизни, оригинальная футболка с изображением невесты и жениха и даже эксклюзивный пазл. Самая главная цель девишника – это развлечение, смех и откровение. На девишнике принято приглашать самых близких и веселых подруг, с которыми невеста может расслабиться и вести себя без стеснения. Ну а теперь несколько слов о мальчишнике. Мальчишник – это важное событие в жизни каждого жениха, и, как правило, он означает прощание с холостяцкой жизнью на пути счастливой супружеской жизни. Не важно, где будете отмечать мальчишник – в коробке, баре или на природе, в клубе или уютном ресторане, в сауне или в холостяцком логове. Главное, чтобы он прошел весело, а через 20 лет было чем, чтобы вспомнить, что рассказать сыну. Долой все правила и традиции. Это ваш день, отличное настроение, залог успешного проведенного вечера. Помните, что вы сделали свой выбор. Это главное. Вы любимы и любите. Не делайте накануне свадьбы таких поступков, которые могут причинить боль вашей будущей жене. Мальчишник, например, отмечается накануне дня свадьбы. Может быть, за несколько дней или даже за неделю до торжества. Лучше всего собрать друзей в последний выходной перед свадьбой, ведь тогда будет больше желания расслабиться и повеселиться. Обычно на мальчишник приглашаются все близкие друзья, даже те, у кого не получится по каким-то причинам или обстоятельствам присутствовать на свадьбе. Основное правило мальчишника – это никаких женщин, за исключением обслуживающего персонала. Иначе вечеринка может пойти не по тому сценарию, который вы изначально запланировали. Ну и самое главное, чтобы мальчишник не был таким, как в одноименном фильме. Я вам желаю удачи при подготовке к вашему свадебному торжеству. И очень надеюсь на то, что мои советы вам немножко помогут.